Отказ НАТО в запросе Сербии на ввод полиции и армии в Косово направлен на предотвращение горячей фазы конфликта между Белградом и Приштиной. Так в беседе с лентой, РУ объяснил ответ НАТО доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. 8 января президент Сербии Александр Вучич заявил, что командование контингента НАТО в Косово КФОР, Коусоу Волфорс, также известно в русскоязычных источниках как СДК, силы для Косово, Прим. Ленте РУ отклонило запрос Белграда на введение контингента полиции и армии в Косово и Метохию. Можно по-разному оценивать действия НАТО, но сейчас все усилия направлены на то, чтобы не было горячего конфликта, чтобы стороны не вошли в вооруженное противостояние. НАТО в предложении Вучича ввести тысячи полицейских в Косово как раз и усматривает возможность, что где-то кто-то какие-то провокации организует и все это вспыхнет, убежден Топорнин. Эксперт напомнил, что Сербия предложила ввести в области Косово, в которых проживает большинство сербского населения, тысячи сербских полицейских для того, чтобы обеспечить порядок. Естественно, это вызвало недовольство со стороны албанских властей. И они отказались на тех основаниях, что это может означать автономизацию этих областей. Поэтому вряд ли это предложение Вучича получит дальнейшее развитие, добавил он. При этом Топорнин отметил, что какие-либо действия со стороны Косово или Сербии необходимы. Потому что кризис, возникший в ноябре, уже чуть не перерос в военный конфликт. Сейчас ситуация более спокойная, но она все равно не нашла пока своего решения. Сегодня кризис представлен в замороженном виде, стороны остались на своих позициях, никакого компромиссного решения достигнуто не было. Но главное в том, что стороны уже отошли от опасной черты превращения холодного конфликта в горячий, заявил политолог. По мнению Топорнина, уже не такая взрывоопасность, которая была еще несколько недель назад. И хорошо, что появляются инициативы по решению кризиса. Хотя эти инициативы пока не встречают взаимопонимания, но лучше обсуждать их и модернизировать, чем производить военные действия. Поэтому такой позитив я в этом вижу. Подытожил собеседник ленты, РУ. 30 декабря Вучич заявил, что Сербии удалось избежать полномасштабного конфликта в Косово, который мог бы закончиться катастрофой с НАТО. По его словам, сербским властям удалось предотвратить отправку приштиной сил на север Косово и Метохии, населенной этническими сербами. За день до этого он отозвал решение о приведении армии в состояние повышенной боевой готовности. Войска страны были приведены в боеготовность по приказу президента 26 декабря на фоне обострения ситуации в Косово. Конфликт Сербии и Косово обострился после того, как 10 декабря серба Диэна Пантича, который до этого служил в косовской полиции, задержали по обвинению в нападении на сотрудников ЦИК, когда те готовили проведение выборов мэров четырех городов на севере. Это произошло на фоне и без того напряженной обстановки, в конце ноября власти потребовали от местных сербов ездить на территории непризнанной республики только с косовскими номерами и ввели штрафы за сербские номера.